В территории успешных людей под таким девизом с 25 июня по 2 июля прошел молодежно-образовательный форум Северо-Западного федерального округа Ладога-2016. В Ленинградской области на форуме побывали активисты Ненецкого округа. Это актуальное интервью. Здравствуйте! Наши гости сегодня Екатерина Тарасова, ведущий методист этнокультурного центра Ненецкого округа, и Даниил Исполинов, директор регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Здравствуйте, дорогие гости! Всего на форуме побывали 14 молодых людей из Ненецкого округа, и целую неделю участники форума трудились на шести площадках. Это молодежное самоуправление, молодые профессионалы, медиатворчество, добровольчество, соотечественники и волонтеры Победы. А на каких площадках трудились вы? Ну, я хотел бы начать с того, что по факту у нас было 16, то есть у нас в первый раз семья молодая поехала на форум с двумя своими детьми. Вот, это семья Боярских. Вот, я сам был на площадке молодежное самоуправление, ну, одна из площадок, ну, где практически там почти половина наших земляков, членов делегации была на этой площадке. Вот, Екатерина сейчас сама скажет, где она была. Я была на площадке добровольчества, у нас вообще там было пять человек от округа на эту площадку попали. В чем был смысл площадки? Нас там учили писать проекты, рассказывали, какие современные есть технологии в проведении социальных акций, может быть, каких-то в организации социально значимых мероприятий. То есть мы работали в направлении волонтерства и добровольчества. Ну, как вообще проходили ваши будни на форуме? Какие мероприятия вы посещали? Ну, на самом деле у каждого, у каждой площадки была достаточно загруженная программа. Мне еще, так как досталась роль руководителя делегации, он же всех ложился, раньше всех вставал. То есть там в конце каждого дня там, скажем так, рабочие моменты утрясали, связанные там с выездом, с отъездом или с какими-то там изменениями по графику. Вот, у нас вот на самоуправлении традиционно первая половина дня это были лекции общие, вот, а вторая половина дня после обеда это были лекции, занятия уже разбитые под направлением внутри вот этой данной смены. Вот, и там мы уже расходились и шли там каждый на свои занятия. Ну, и плюс еще не надо забывать, что мы с Екатериной представляли проекты, то есть параллельно еще была работа с проектами в вечернее время обычно. А что за направление в самоуправлении? В самоуправлении это были молодежное, молодежное самоуправление, оно делилось на три. Это молодежное правительство, гражданская активность и, господи, связанное с, как даже не знаю, как сказать, самоуправление в учебных заведениях. Вот, и, то есть мы там распределялись в зависимости от того, кто где зарегистрировался на КПИ. Ну, на что были направлены ваши мероприятия, ваши площадки? Ну, я связан был с молодежными правительствами, то есть там, ну, на самом деле все, все, что так или иначе связано с участием молодежи в политической жизни страны в целом. То есть начиная от истории вот этих вот молодежных всех движений политических и заканчивая тем, как конкретно в регионе создать тоже молодежное правительство, чем оно может заниматься там и обмен опытом. Вот, очень большой объем знаний привезли оттуда. Может быть, какие-то знаменитые спикеры у вас были, ведущие? Знаменитые спикеры были у нас, были депутаты Госдумы, ну, не скажу, конечно, знаменитые, там, не топы, был у нас, приезжал к нам на площадку руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов. Вот, и, ну, и в целом даже, ну, несмотря на то, что многих спикеров мы не знали, это все достаточно опытные и очень интересные лекторы. Ирина? Что было у нас на площадке? Ну, у нас примерно по такой же схеме строились наши занятия, то есть в первую половину дня были общие лекции, на которые ходили все, то есть все потоки одновременно. И во второй половине дня наши специальные, куда также приезжали специальные гости на нашей площадке, которые работали. В основном это были руководители каких-то благотворительных фондов, известные личности, в том числе певцы, музыканты, которые занимались в самом начале своей карьеры благотворительностью, и сейчас это у них расширилось. То есть вот как можно, как вообще можно работать в этом направлении и каких успехов можно добиться, то есть и как можно больше добра принести людям в своей деятельности. Ну, делегация от Нинецкого округа была немаленькая, 16 человек. Как вот происходило общение в рамках нашей делегации? У нас дело в том, что в данном форуме, что в первый раз в моей жизни уже пятый форум, но в первый раз, когда мы жили не в палатках и не разведенные, скажем так, по направлениям, а мы жили, получается, это база отдыха, турбаза была, да, и там прям наподобие гостиничных номеров, у нас вот прям мы заняли там номера, которые были рядом друг с другом, мы постоянно, ну, вместе каждый вечер виделись. Ну, вы приехали раньше всех, насколько я знаю. Ну, практически, да, раньше всех, то есть, когда мы приехали, даже, ну, не было еще многих организаторов, вот, и там проблемы определенные с расселением возникли, но достаточно быстро все решили. Мы заехали ночью и потом нам говорили, а, это вы, Нинецкий автономный округ, который приехал в 2 часа ночи, да, это мы вас не взлюбили самому ночью. Нет, нет, это не то, чтобы не любовь, это просто так запомнилось. А вот в рамках форума прошел День регионов, туда прибыли руководители всех 11 регионов Северо-Запада России. В каком формате вот проходили эти встречи? Каждая делегация, насколько я знаю, представляла свой субъект в меню выступления, и как это сделали вы? Да, ну, тема выступления была Год кино в Российской Федерации, вот, ну, формат был разный, кто-то использовал КВНовскую составляющую такую, то есть, а у нас, ну, на самом деле, достаточно серьезное было выступление, которое отразило, скажем так, кино, видеоролик, который отразил главные аспекты и главные вот эти символы нашего округа. То есть, мы здесь не зацикливались на нефтегазе и природных ископаемых, это олени было у нас, морожка, Арктика, Северное сияние, наши люди, вот, наша река, вот, то есть, ну, и вот эти вот составляющие влегли, вот, скажем так, в сценарий нашего проморолика. И под этот ролик происходило действие определенное на сцене с выстраиванием чума, с шаманом, я был тем самым шаманом, и с неинской семьей, которая у нас изображала, красиво изобразилась семья Боярских. Долго готовили выступление? Ну, мы начали его еще до отъезда здесь готовить, то есть, с нами на смену медиатворчества ехали, скажем так, ребята из... Дворца культуры. Из Дворца культуры, да, они помогли нам сделать ролик, сделали сценарий, Екатерина Климова была нашим главным режиссером, вот, и там уже на месте мы репетировали несколько дней, вечерами репетировали. Ну, очень было важно то, что у нас над нашим выступлением работал именно режиссер, вот, Катерина, потому что там на месте оценили. То есть, наше выступление сказали, что мы серьезно подготовились, очень хорошо, поэтому прям удачная у нас команда подобралась. Все в одной команде, так получилось, да, интересно. А 30 июня на Ладоге прошла защита проектов. На реализацию самых актуальных и социально значимых Росмолодежь выделила средства. Я знаю, что и вы представляли свои проекты. Можно поподробнее? Да, значит, получается, всего было выдано 18 гарантов, заявок было немерено, больше сотни. Вот, то есть, ну, конкуренция достаточно серьезная. Я представлял проект, который назывался «Студия не формат», то есть, есть у меня огромное желание обустроить репетиционную точку для наших дворовых гаражных музыкантов. Просто был, ну, в этом опыт, очень хороший, позитивный опыт, вот, но потом в дальнейшем это не получилось продлить. И вот сейчас есть все возможности, есть здание, есть помещение, нужно только оборудование. Собственно, о чем и был мой проект, мы его даже заручились поддержкой, скажем так, и кураторством известных выходцев из Наринмара. Это Рустам Трофим, музыкант, который представляет группу «Даункаст», который имеет в этом огромный опыт и выступает уже в Москве. Есть уже у него своя студия, вот, он нам тоже помог с составлением проекта. Но, к сожалению, возможно, из-за того, что сумму большую запросил 300 тысяч, ну, в общем, оказалось, что были более достойные проекты, которые одобрили. Ну, я с этим проектом, ну, на этом, как говорится, руки не опускаю, в дальнейшем буду еще пробоваться на других конкурсах грантов. А сами вы музыкой занимаетесь? Я, скажем так, сам не занимаюсь музыкой, но очень плотно с этим сообществом контактирую и очень-очень многих знаю. Вот, поэтому понимаю, что эта проблема на самом деле актуальна. Ну, для них это важно. Да, тем более, когда, грубо говоря, ну, уж есть такая, скажем так, негативная практика и по России, и в нашем регионе, если эти музыканты предоставлены сами себе, обычно музыкальная составляющая там, ну, остается на достаточно низком уровне, и там определенный образ жизни становится во главу угла. Поэтому данным проектом вот как раз и была возможность дать, ну, ребятам профессионально развиваться в этой сфере, отбросив все вот эти негативные составляющие. Ну, и плюс, конечно, выступать, то есть доступ, скажем так, к публике, к площадкам, и общаться с профессионалами, которые уже реализовались, то есть, ну, в лице группы «Даункаст» и другие. Ну, мы будем надеяться, в будущем он получит. Да, я тоже надеюсь. Развитие этот проект. Екатерина, а ваш проект о чем был? В чем его суть? Мой проект называется «Уютное детство». Он будет реализован с 1 октября 2016 года по 20 мая 2017 года. Будет заключаться в обучении рукодельному мастерству детей из Ненецкой школы-интернат. Но это будут не обычные кружки по декоративно-прикладному творчеству. Они будут нацелены на то, чтобы ребята вместе с дизайнером провели какой-то анализ своих комнат и посмотрели, как можно сделать их уютнее. То есть, мы, конечно, ни в коем случае не будем двигать столы, стулья, шкафы, так как все прекрасно понимают специфику данных учреждений. Но можно же сделать какие-то декоративные элементы, какие-то вазочки интересные, какие-то панно на стену, красивые накидки на подушке. С мальчиками можно позаниматься резьбой по дереву. Вот мы будем делать с ними какие-то декоративные элементы, заранее обговоренные с дизайнером, заранее которые ребята сами нарисуют, то есть они с дизайнером будут готовить макеты. И в течение 7 месяцев мы с ними будем это делать. В дальнейшем цель, основная проекта в чем? Не просто сделать комнаты уютными, а чтобы ребята на выходе уже из интерната представляли себе, что такое уютное жилье. То есть когда они уже пойдут жить самостоятельно в свои квартиры, в свое жилье, они могли, у них была возможность сделать свое жилье уютным, хотя бы своими руками и с помощью каких-то подручных материалов. То есть мы им даем видение. То есть видение, как можно сделать квартиру уютной. Довольно долго будет идти проект, да? 7 месяцев. Как часто вы будете встречаться? Как часто встречаться, это все будет решаться еще с администрацией школы-интернат. То есть мы еще эти моменты организационные обговорим. То есть охвачены будут все ученики? Да. Планируется, да. То есть нет, ну конечно, если кто-то из ребят ни в коем случае не захочет заниматься, мы не будем заставлять их, да? Но я думаю, они заинтересуются, потому что у них будет свобода, свобода выбора. То есть мы им не будем навязывать сами оформление комнат. Они сами вместе с дизайнером решат, что они хотят. То есть если они не захотят шить лоскутное одеяло, их, конечно, это никто не будет заставлять делать. Будут заниматься тем, на что у них есть способности и для чего у них есть желание. Ну, Екатерина, у вас уже есть подобный опыт работы с детьми? Опыт работы с детьми у меня есть, так как я являюсь мастером творческой студии «Чудо-ручки» и работаю вот на культурном центре. То есть у нас постоянно проводятся мастер-классы, постоянно проводятся кружки для детей. И в этом направлении я уже работаю два года, как плотненько. Поэтому опыт работы есть. И я думаю, все получится, потому что будет поддержка еще и мастеров собственной творческой студии «Чудо-ручки», которые также будут приходить в течение года и проводить занятия. То есть я не тяну одеяло на себя, я не буду проводить все эти занятия, потому что физически это невозможно успеть. Будет еще команда волонтеров, команда мастеров, которые будут помогать и мне, и ребятам. Ну, есть ведь какая-то специфика работы с детьми? Специфика работы с детьми? С детьми именно из школы-интерната. Вот вы уже работали с ними. Они такие же, такие же хорошие дети. Нет, тут главное найти общий язык. Специфика работы не в том, что они в школе-интернат, а в том, что они подростки. Индивидуальный подход, наверное. В том, что они просто подростки. А каждый подросток хочет выделиться, каждый подросток хочет быть неповторимым. И нужно просто каждому найти подход. Это дело времени. Вот что на форуме «Ладога-2016» вам запомнилось больше всего? Может быть, есть какое-то самое яркое впечатление? Да, там столько было событий всяких, что просто в целом форум запомнился как очень яркое такое, насыщенное, как говорили-то, это маленькое лето в лете. Маленькое лето в лете. Да, то есть это как бы сам по себе летний отдых, он такой, ну, обычно это яркое пятно в нашей жизни, да. А здесь еще более яркое пятнышко, вот в этом самом лете, вот неделя, проведенная на Ладоге. Событий было там, ну, очень много. Но форум шел целую неделю, и была такая интенсивная работа. Не устали ли вы от этого? Да нет, я не сказал бы, что устали. Конечно, ритм достаточно напряженный, то есть это рано вставать и очень поздно ложиться, вот там, ну, после 12 ночи обычно. Но тем не менее, это все интересно, все с большим желанием делается, и поэтому не устаешь. Ну и плюс еще, помимо лекций, ведь там много других было мероприятий. Наши ребята участвовали в Зарнице, которая проводилась там, то есть та самая настоящая Зарница с кучей этапов, когда срывали погоны там, даже какое-то не последнее место заняли там. У нас даже был один из лучших стрелков, это Максим. Да-да-да, парень из Тельвиски, Максим Семяшкин, он оказался еще и лучшим стрелком там, в какой-то категории, в общем, но... Как вы все успели за неделю? Ну, так успевали. Грамотно, значит, все было организовано. Вот. Но вы уже не первый раз, да, на подобных форумах? Я, да, это мой, говорю, пятый форум, но в первый раз он в том формате, когда мы живем не в палатках, а живем в достаточно комфортных условиях, и это сделало свое, потому что, когда, ну, печальный опыт, скажем, ездил на команду 29 в Архангельской области, когда было очень холодно, лили дожди, не было возможности даже высушиться, и все мысли были не об учебе, а о том, как бы согреться и обсохнуть. Вот. А здесь эту составляющую откинули и занимались обучением уже, ну, тем, за чем приехали, обучением, защитой проекта. Ну, вот вы можете объективно оценить уровень Ладоги, например, этого года лучше? Нет, я на Ладоге в первый раз, вот, и вообще сравнивать разные форумы, которые там в разные переходят, проходят, допустим, с Селигером, с тем же, который, думаю, это не объективно, потому что разный масштаб, разный формат немножко. Екатерина, расскажите, в каких условиях и где конкретно проходил форум Ладога? Как ни странно, форум Ладога проходил не на Ладоге, то есть не на озере Ладога, это был берег Финского залива, и поначалу был у всех немой вопрос, но нам все объяснили в первый же вечер, что традиционно раньше проходил он на Ладоге, но позже перенесли его в более удобное место, более комфортное. Вот Данил уже рассказывал, что это был пансионат «Восток-6», и, в принципе, там все было адаптировано уже, зона ограждена, и там стояли палатки, нас кормили, все было хорошо, спать было где, спать была возможность, спали мы в комфортных условиях, то есть это были комнаты. Что касается самого ритма форума, то, как опять же говорил Данил, было все очень насыщенно, а моя смена добровольчества, про нас шутили, что добровольцы — это те ребята, которые не едят и не спят, потому что мы там буквально нам дали, например, 40 минут, было одно из таких заданий, нас разделили на три команды, одной из команд сказали, нужно организовать социальную акцию, потому что как раз была дата, день борьбы с наркозависимостью и наркоторговлей. И нам дали 40 минут, сказали, вот у вас есть бумага, там мелкие, еще что-то, нужно организовать социальную акцию на весь форум, то есть на все тысячи человек. Нас было 20, то есть выкручивались как могли, я проводила конкурс мыльных пузырей и призывала людей дуть мыльные пузыри, а не что-то другое, то есть походу уже какие-то там слоганы у нас появлялись, походу проводили. Да, импровизировали. Вот Анастасия Боярская, тоже коллега моя по чудо-ручкам, она там же уже применила свои способности, организовала мини-мастер-классы для взрослых и детей, делали небольшие открыточки на память о Ладоге. То, что хотелось бы отметить активно, вот чем мне нравятся такие форумы, то, что активно принимают участие не только молодёжь, студенты, школьники, старшеклассники, молодые специалисты, которые туда приехали, но и сами организаторы, то есть вплоть до охранников, взрослых, дяди, которые вот и надувают мыльные пузырики, и делают открытки. То есть вот любой форум, это такая открытая площадка, на которой все общаются свободно. Опять же, вот сравнивать с селигером, с тем же, да, то есть нельзя по организации, но можно именно по открытости. Все эти форумы, они созданы для того, чтобы общаться. И поэтому очень важно туда ехать просто для того, чтобы наладить с кем-то контакты, да, с другими регионами, посмотреть опыт других регионов, в том же добровольчестве, да, то есть узнать, какие акции они у себя проводят, как можно это проецировать на наш округ, какие проекты у них проходят, и как это можно адаптировать для нас, то есть как можно сделать совместные какие-то проекты. То есть в этом плане очень плодотворно еще работа ведется не только на площадках, но и между делегациями, когда есть свободное время, которого, конечно, немного, но оно есть, в той же столовой, да, там садимся мы не по своим делегациям, а мы как-то все перемешиваемся. Это время, когда ты можешь пообщаться с другими регионами и узнать что-то о них. Ну, вы завели какие-нибудь интересные знакомства? Да, на самом деле, вот в этом плане очень продуктивно получилось. Мы наладили, я вот наладил лично плотный контакт с руководителями комитетов по делам молодежи Архангельской области и Республики Коми, и уже договорились о том, что, скорее всего, эти люди приедут и у нас будут проводить какие-то вещи на нашем региональном форуме, который будет в декабре. Ну, и, конечно же, очень много интереснейших людей. Один такой человек из Калининграда, паренек, которого все знают, который ходил в килте, в шотландском килте, бородатый, волосатый. Очень высокий. Очень высокий, очень оказался интересным таким человеком, психологом тоже, ну, во многих вещах помог разобраться, но интересно было. Ну, вот тысячи человек было, а вы запомнили, да, какого-то одного молодого человека? Тут просто его сложно было, не запомнили, просто он из толпы выделялся. Вплоть до того, что, вот если говорить об этом же молодом человеке, когда я бежала на защиту проекта, просто я не успевала переодеть шорты на юбку, то есть все-таки нужно перед жюри быть как-то презентабельно, я бежала, не успевала, он меня тормозит и говорит, будешь в кофе? Я говорю, нет, я не буду, я хочу юбку. Он такой, приходишь, тебя ждет там шоколад на кофемашине, сберешь, это тебе вот от меня поддержка. То есть очень хорошо, что люди, то есть он не один такой молодой человек, который поддерживал, да, там вот все готовы друг другу помогать. Вот даже, опять же, на защите этих проектов там было несколько компьютеров и не всегда работал интернет, и многие могли бы сказать, нет, я тебе не дам на флешке свой материал, чтобы ты туда вбила свой, то есть там какая-то определенная форма заполнения проекта. Все могли бы жадничать, не помогать друг другу, потому что вроде как конкуренты, да, то есть за денежки боремся. Но нет, все открыты, все помогают, там вплоть до того, чтобы дать свой компьютер, унести в чужую комнату, ну, это вот подкупает. Очень приятно. Да, очень приятно. А что требует работы на таких форумах от самого человека, вот который туда отправляется? Ведь надо быть таким открытым, активным, интересоваться всем. Ну, надо быть в широком смысле этого слова общественником, то есть там, понятно, там, не люди бизнеса собрались, а именно те люди, которые готовы что-то делать по собственной инициативе для нашего общества, что-то хорошее. Вот. И вот там эти люди, собственно, разделяются направлением и накачиваются опытом, чтобы в дальнейшем они могли двигаться. А, Данил, подскажите мне, как набирали команду из нашего округа? Ну, вообще по всей России, вот буквально второй год уже практика такая есть, что у нас создана система, а из автоматизированной системы молодежь, росмолодежь, вот, любой человек, любой желающий человек, который чувствует все силы, понимает, зачем он туда едет, он регистрируется в этой системе, выкладывает о себе информацию, делает свое электронное портфолио, вот, и уже там заблаговременно, до начала каждого форума, система с экспертами автоматически отбирает, кто более достойен туда ехать. И уже, собственно, в органы по работе с молодежью подается список, ну, тех людей, которых нужно отправлять. А в дальнейшем, ну, грубо говоря, понятно, дорога оплачивается за счет двух программ, то есть ребята, проживающие в городе, едут за счет городской программы молодежи города Наринмара, а ребята, проживающие в Заполярном районе, за счет программы молодежи Нинско-автономного округа. Вот, и, собственно, они отправляются. Ну, и от нас, как, грубо говоря, от организаторов, как от органов по работе с молодежью, требуется лишь собрать, там, ребят, провести ряд собраний, объяснить, куда мы, как мы поедем, ну, в общем, все организационные моменты сделать. А, скажем так, независимые жюри уже отбирают. Что вы можете посоветовать молодежи, которая, например, сейчас загорелась идеей поехать на форум в следующем году? Много работать в этом направлении, в общественном плане много работать, и тогда, ну, те, кто работают, не останутся незамеченными. Да, я бы хотела посоветовать туда ехать не с пустой головой, то есть не просто загореться, потусоваться с молодежью из других регионов, а именно загореться в том плане, чтобы туда съездить, продвинуть свои идеи, набраться новых, и вот как-то продуктивно провести там время. Потому что просто в компании молодых, дружелюбных, ну, можно и на озеро съездить в палатке, а там именно нужно ехать со своими идеями, которые там дорабатывать. И желательно грант привезти. Хотя, ну, грубо говоря, у нас ребята, которые вот оттуда возвращались, по крайней мере, с моего направления, самоуправления, мы уже договорились о том, что будем продвигать идеи и попробуем создать у нас молодежное правительство, которое в нашем регионе пока нет, а в других регионах есть. То есть это, можно сказать, тоже приехали с проектом. Опыт такой привезли. Да, да, да. Опыт привезли, заряженные. Заряженные на эти вещи, поэтому будем работать уже. А как защита проектов проходила? Вы очень волновались. Защита проектов проходила вообще на протяжении двух вечеров с 7 до 11, с 7 до 12 вечера. То есть, да, это было уже после всех образовательных программ, после ужина, вот проходила защита проектов. Туда мог зайти любой желающий, то есть любой участник форума мог прийти посидеть, посмотреть, послушать. Можно было готовить презентацию, можно было не готовить. Главное условие было 3 минуты. За 3 минуты ты должен жюри рассказать всю суть и обосновать, почему они тебе должны дать деньги вообще. Почему именно тебе? Ну в чем секрет? Почему вам выделили? Ну я не знаю, почему мне выделили, потому что, наверное, проект показался жюри целесообразным, показался интересным. Но что касается секретов, их, наверное, нет. Просто нужно уверенно говорить о том, что ты хочешь. И самое главное, хотеть именно реализовать этот проект. То есть не какой-то придумать из головы и просто ради денег. На самом деле гореть и желать. Потому что ради денег это не получится. Вот, например, у меня смета была на 148 600 рублей. Мне дали 100 тысяч. Но я же от этого не откажусь, от проекта. Я уже буду изыскивать какие-то возможности и находить оставшиеся средства. Просто нужно хотеть. Ну еще немаловажно понимать свой проект. То есть, грубо говоря, болеть им. Потому что члены жюри могут задать абсолютно разные вопросы, касающиеся твоего проекта, касающиеся сферы, в которой ты проект реализуешь. И просто нужно быть готовым отвечать на эти вещи. Человек плывет, понятно, что сам не понимает, о чем его проект. Я думаю, жюри сразу это видит. Да, ну еще вот у нас в округе, тоже, Данил, не даст соврать, проходит очень много семинаров именно по проектной деятельности, по тому, как научиться писать проекты. То есть, вот те, кто хотят ехать на форум в следующем году и защищать там свой проект, в течение года лучше бы походить на мероприятия молодежного центра, которые вот именно помогут, помогут как-то правильно все мысли свои собрать в кучу. Да, и департамент региональной политики много для некоммерческих организаций, в том числе много вещей по проектной деятельности проводит, на самом деле, каждый месяц практически. Я напомню, сегодня наши гости Екатерина Тарасова, ведущий методист этнокультурного центра Ненинского округа и Данил Исполинов, директор регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Они вернулись в форум «Аладога-2016», который прошел с 25 июня по 2 июля в Ленинградской области. Это было актуальное интервью. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова